Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня мы с вами анализируем итоги двухдневного заседания американского регулятора. Точнее, они вышли, конечно же, вчера были опубликованы. Сегодня мы анализируем реакцию рынка на столь долгожданные и важные события. И в кое-то веке у нас есть возможность говорить о, наконец-таки, правильной, логичной и, на мой взгляд, крайне предсказуемой динамике доллара, которая была продемонстрирована. В этот раз нам удалось избежать каких-то необдуманных самим долларом движений. Нам удалось избежать такого понятия, как пила на котировках пары доллара и японской иена. У нас был небольшой скачок вниз по этому, до этого активу, но он был символичным, очень быстро мы выбрались в плюс, собственно, продолжаем расти. Друзья, буквально сейчас, в данную минуту, начинается выступление председателя японского регулятора Курады, поэтому, если вы следите за тем, что происходит с парой доллар против японца, либо вообще торгуете каким-то инструментом в содружестве с японской валютой, вы, конечно же, должны сейчас попробовать пошерстить фундамент новости, чтобы понять, что будет сказано. Но при всем уважении к Кураде, думаю, что вряд ли он сможет спровоцировать какие-либо серьезные движения. А если и будут эти движения, то эти, опять же, поведенческие реакции должны быть основаны на желании отыграть, как и ранее, мягкую риторику. Мягкая риторика, то есть сохранение прежних стимулов, это тот самый вектор, который уже неоднократно был подтвержден японским регулятором. Это то, что поддерживает идею слабости национальной валюты и, соответственно, то, что позволяет нам использовать в качестве еще одной причины, почему доллар должен чувствовать себя бодрее японца. Но это, опять же, может быть, хочется слишком многого сразу, хочется, конечно же, чтобы ралли на этом американца не останавливалась. Опять же, давайте не будем каркать, сейчас лишь бы покупателей не оспугнуть и лишь бы, опять же, сам Трамп не наломал дров, собственно, так же, как и его коллега из Северной Кореи, чтобы ситуация была по меньшей мере спокойная. Ну и любые, опять же, хоть и такие провокационные высказывания оставались также без внимания участников рынка, потому что, как уже было отмечено кем-то из моих коллег, все, что мы набираем сейчас, это налай собак и ничего большего. Мне нравится такая позиция, поскольку она делает нам, создает нам возможность больше торговать традиционной экономической теорией в виде обзоров и не обращать внимания, кроме как на статистику, не обращать внимания на вот эти форс-мажоровые сайты, которые появляются, связанные с эскалацией напряженности, когда традиционно растет спрос на защитные инструменты. Поэтому будем надеяться, что как минимум до конца этой недели картина не изменится, и мы будем работать при поддержке старого фундамента, который уже очевидно сейчас на лапу покупателям доллара, поскольку речь идет о, соответственно, БКХ, и это восходящее движение продолжится. О долларе, с вашего позволения, мы поговорим еще, поскольку я хочу, чтобы вы точно понимали, что вчера удалось услышать, что мы вчера получили по факту заявлений, чем можно работать дальше по политике, собственно, и монетарному курсу, что нас ждет до конца этого года, может быть, даже на перспективу более растянутого периода, и как, собственно, действовать в долгосроке по доллару в связи с этим. Поговорим, когда переключимся на пару долларов японской иены. Давайте сначала про нефть, поскольку здесь тоже очень интересное движение. Мы выбрались из узкого канала консолидации, который по бренду наблюдался в течение длительного периода времени, хотя застой для нефтянки в последнее время довольно частое явление, и когда наступает, опять же, появляется фундамент, позволяющий выбраться из этих каналов, конечно же, трейдеры его используют, ну, то есть, либо быки, либо медведи. Клоус вчерашнего дня 56.18, хай по бренду 56.47, то есть, еще выше. И можно сказать то, что речь идет уже о том, что котировки бренда находятся на максимуме за последние 4 месяца, может быть, даже больше. Для кого-то это, конечно же, хорошая новость, особенно для тех, кто игнорировал прежний фундамент, ставил на то, что нефть будет расти, верит в то, что это не только коткосрочная, опять же, сделка, а рост, который будет показан и на долгосроке. Но, опять же, друзья, наверное, мои комментарии о том, что особо заблуждаться не стоит, верность оценки новостного фона быкам, конечно же, это посыл. Ну, наверное, вы и без меня все прекрасно понимаете. И хочется верить в то, что, да, он удалось, может быть, использовать коткосрочный потенциал роста. Но, пожалуйста, будьте крайне бдительными относительно того, стоит ли сохранять эти позиции на покупку дальше, либо вообще стоит ли сейчас присоединяться к торговле, чтобы занимать вот эти длинные позиции плохо нефтянки. С чем был связан, собственно, интерес к нефти? Я думаю, что основная причина была связана с появлением на рынке новостей о том, что Белый дом, ну, в лице, конечно же, Трампа планирует разорвать ядерную сделку с Ираном. И если это так, то, скорее всего, дальше пойдет новый пакет финансово-экономических санкций и ограничений на данные ближневосточного государства. Если будет реализован этот сценарий, то Иран может выпасть из, собственно, категории тех представителей тех нефтедобывающих стран, которые оснабжают рынок предложением. А если, опять же, реализуется этот сценарий, то тогда может возникнуть какое-то подобие нехватки предложения, ну, или, лучше сказать, правильно, сказать, снижение предложения. То есть тогда, когда рынок изобилует сверхпредложением, любой новостной фон, который позволяет его ограничить, это, конечно же, позитивный момент, потому что в конечном счете это выводит нас на баланс, который, на мой взгляд, никогда уже не будет достигнут на рынке нефти. Ну, может быть, какая-то другая причина стала фактором поддержки для нефти, но вряд ли. Что касается сдерживающих факторов, которые присутствовали на рынке в плане статистики, я с особым удовольствием презентую вам статистику от администрации энергетической информации. Это традиционно релизы, которые публикуются каждую среду. Это официальный отчет, ему стоит доверять. Это четкая, прозрачная, ясная, максимально объективная картина того, сколько нефти добывается и на каких уровнях находятся запасы. Так вот, запасы нефти снова выросли, плюс 4,6 миллиона, повторяя, собственно, оценку со знаком АПЛЮС от Американского института нефти. Рост запасов, это, разумеется, не новость, для кого это не откровенность. Все готовились к этому, поскольку рост запасов отражает, собственно, статистику и отражает о последствиях урагана Харби, который, как вы помните, в прошлом месяце обрушился на нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива. Но самое важное, самое важное, это насколько вырос объем добычи нефти, плюс 157 тысячи. Мне кажется, что, может быть, истинная цифра даже меньше, чем эта цифра. Но она настолько меня вдохновила, что я не стал даже проверять в первоисточнике, действительно ли это правда, плюс 157 тысяч. Пока что предлагаю пожить с этими данными. Может быть, кто-то обладает уже более достоверными сведениями, хотя вероятность ошибки крайне низка. Плюс 157 тысяч, соответственно, мы снова перевалили по объемам добычи за 9,5 миллиона. Это возвращает штаты в обсуждение и идеи о том, почему сделка ОПЕК будет неэффективна, о том, почему США будут за счет более высоких показателей добычи. И дальше сдерживать, опять же, какой-либо положительный эффект от соглашения по ограничению производства страны ОПЕК+. И, конечно же, штаты у нас и дальше будут оставаться на передовой, точнее, на передовой нашей короткой позиции. Потому что благодаря штатам мы знаем, что нефти будет гораздо больше, чем требуется. И вот эти сохраняющиеся ожидания того, что сланцевики американского происхождения сейчас не свернут, не оставят этот бизнес с учетом столь высоких цен на нефть, как сейчас лично для меня. Это еще один мощный сигнал на перспективу, почему нужно верить в то, что нефть будет стоить меньше. И это может случиться в ближайшее время. Я не могу сказать, когда именно котировки нефти развернутся. Я могу сказать только то, что может двигать, опять же, этим активом в более растянутый промежуток времени. И надеюсь, что если для вас долгосрочные, опять же, фундаментальные обстоятельства и тренды, основанные на новостях, и не пустой звук, вы со мной в этом плане согласитесь. Поэтому по нефтянке шагаем, собственно, как и раньше. Планируем, конечно же, это делать вниз. Ждем, когда насладятся, опять же, текущей локальной протоколкой ОПЕКи и уступят, собственно, позиции своим конкурентам в недведи. 58,13 рубль. Здесь все в соответствии с ожиданиями. Точнее, даже лучше, чем мы прогнозировали. Мы планировали сначала дождаться ослабления котировок нефти, а никак не фиксировать многомесячные максимумы. При этом связывали слабость нефти с революцией рубля. Рубль сейчас уже активно приседает, даже без ослабления нефтянки. И, конечно же, дальше будет для рубля все хуже и хуже ситуация. Доллар японская иена. Здесь давайте немножечко остановимся, хотя в целом мы вначале поговорили уже о том, что важное событие миновало. Мы очень детально к нему готовились. Вы помните, что я старался убедить вас в том, что доллар имеет сейчас шансы на рост. Почему? Потому что у представителя американского регулятора, у голосующих членов, еще две недели назад, точнее неделю назад, когда были прикованы данные по инфляции, был получен хороший сигнал, почему стоит все-таки снова вернуться к идее более высоких процентных ставок. И этот сигнал был связан с ростом инфляции. Индекс потребительских цен вырос. Базовая инфляция вырос. Это для тех, кто считает, что основной индекс вырос только благодаря росту цен на бензин. Базовая инфляция не отражает, собственно, эти компоненты. Она тоже на очень хорошем значении. И, конечно же, рост инфляции – это, на мой взгляд, основная причина, по которой вчерашние комментарии были довольно жесткими. Ну, не то чтобы сверх жесткими, но в мягкости уж точно уречить никто не сможет. Ни Джанас Гиллин, ни прочих представителей ФРС, ни в целом американскую федеральную резервную систему. По решениям, по итогам ставки без изменений мы ждали то, что хотели получить конкретику. Когда же ФРС начнет сокращать баланс? Получили конкретику. В октябре, друзья, все это случится. И сейчас дорожная карта следующая ежемесячная, минус 10 миллиардов от этой программы. Она, конечно же, колоссальных объемов – 4,5 триллиона долларов. Это очень много, это колоссальный объем государственных облигаций, который был запасен, накоплен за счет действия программы количественного смягчения после финансового кризиса. И сейчас ФРС, прошу прощения, начнет от этих бумаг избавляться. Это должно быть абсолютно ясно, прозрачно рынку. Я думаю, то, что более, наверное, четкого понимания, как будет обстоять ситуация, нежели чем прямое заявление «минус 10 тысяч каждый 10 миллиардов, то есть каждый месяц» и придумать нельзя было. Поэтому первый момент, первый позитивный фактор для нас, как для покупателей доллара, фактор, который является явным свидетельством приверженности более жесткой монетарной политики, мы получили. После этого интересовал вопрос, что будет с ставками. Безусловно, мы не идиоты, конечно же, мы не настраивались на то, что ФРС каким-то чином возьмет и поднимет процентную ставку сейчас. Но интересовал какой вопрос, стоит ли нам, спекулянтам, трейдерам, рассчитывать на такой предновогодний подарок ФРС для нас в виде сохранения, опять же, политики высоких процентных ставок и декабрьского повышения ставки. Собственно, представители ФРС подтвердили то, что практически единогласно, что ставка действительно может быть повышена. Это произойдет в декабре, то есть вероятность сейчас по ФРС просто зашкаливает. На это решение нужно уже ориентироваться, нужно закладывать динамику доллара против иены. Это решение не за горами. Жанна Фьерлин, собственно, во время своей пресс-конференции очень много говорила про последствия ураганов, собственно, которые обрушились на побережье Соединенных Штатов Америки. Эти ураганы будут причины, из-за которых пострадает темпы экономического роста в третьем квартале, будут причины, из-за которых пострадает сектор труда, рынок труда. Поэтому мы с вами априори должны быть готовы к тому, что следующий отчет по Non-Farerals, еще раз прошу прощения, больше разочарует. Но этот локальный релиз, он не сломает тенденцию, которая сложилась, а тенденция – это сверхпозитив. То есть сейчас у нас есть и очень хорошая картина на рынке труда, у нас есть и ожидание того, что инфляция продолжит расти, и, собственно, у нас есть еще вера в Трампа, как человека, который будет реформировать экономику. Бюджетно стимулирующие меры. Прежде всего, на передовой идет налоговая реформа четверг. Сегодня все меньше, собственно, времени для того, чтобы выполнить вот это новостное такое слуховое обязательство о том, что на этой неделе эта реформа должна быть представлена. Но будем ждать. Все-таки мы с вами сверхоптимисты, если до сих пор продолжаем верить в доллара. В частности, Джанет Геллин, отвечая на вопросы, коснулась, опять же, из своего поста, своей позиции, отметив то, что полномочия будут закреплены за ней, по крайней мере, до истечения срока их действия. Это еще много времени, не переживайте, может быть, скорее всего, при всех активных обсуждениях, которые идут в СМИ. Джанет Геллин сохраняет этот пост и дальше за собой. По ее версии, по ее мнению, основная причина, по которой до сих пор инфляция не раскрылась, в том потенциале, в котором хотелось бы увидеть, это низкие показатели производственной активности. И она надеется то, что вот эти реформы, в том числе, прежде всего, налоговая реформа, будет способствовать росту этой производственной активности. Но будем позже возлагать надежды на то, что это может случиться и такие последствия произойдут. Поэтому, друзья, сейчас по доллару мы с вами продолжаем покупать эту валюту, продолжаем находиться в длинных позициях и верить в то, что доллар окажется еще на более высоких позициях, потому что мы получили ту самую фундаментальную поддержку, на которую рассчитывали. Так, фунт против доллара. Ронечные продажи вчера были опубликованы. 2,4% в годовом выражении с 1,4%. Хорошая цифра, хорошая статистика. Но на статистику я особо сейчас внимания уже не обращаю, поскольку Банк Англии очень сильно разочаровал на прошлой неделе, собственно, тем, что мы увидели с курсом. Поэтому на текущий момент я считаю то, что, скорее всего, мы будем периодически переписывать локальные максимумы, потому что любой фундамент, любой отчет, любой комментарий будет использован, опять же, для того, чтобы сами спекулянты задрали курс как можно выше по британцу, а более высокий курс отмены пункта будет способствовать, собственно, снижению индекса потребительских цен. Это единственная причина, единственная, на мой взгляд, здравая, собственно, аргументация того, что мы видели в плане того ралли в четверг и в пятницу. Это единственная причина, по которой сейчас даже на любой более-менее сильный отчет наблюдается, скажем, бывшая ралли формата конца прошлой недели. При этом роничные продажи растут, даже несмотря на катастрофическую инфляцию. Это вообще парадокс. Я думаю, то, что, собственно, можно задать все вопросы, в том числе и банку Англии, в том числе и, скажем, корпоративному хозяйству, как вообще удается достигать таких показателей, тогда, когда индекс потребительских цен практически вдвое превосходит динамику роста зарплатных плат. Ну, может быть, когда-нибудь ответ на этот вопрос мы с вами получим. Реакция вчера выше, отметки 1.36 на факт выхода этих данных после коррекции. И потом еще в течение дня мы видели ралли на минус 100 фунтов, плюс 100 фунтов локальных, а и вовсе был с фиксированной обменкой 1.36.55. Я очень редко обращаю внимание на технику, хотя обещал вам много раз то, что сейчас в свете того, что фундамент очень часто дает отсечку и такую непростительную, даже возникает ощущение вовсе разочароваться в его значимости на рынке. Я предлагаю расправлять, конечно же, обзоры еще и техническими фишками, индикаторами, которые будут подстегивать интерес к активу и помогать нам находить какие-то точки для открытия позиций. Все-таки, пожалуй, не обойдется без этого, и я обещаю, что в ближайшее время мы подключим еще к нашему анализу технику, но сейчас я могу сказать по фунту то, что если вы откроете посмотрите дневки, очень хорошая разворотная модель на дневном тампреме. Это модель, которая является классикой всем известного Билла Уильямса. Разворотная свеча с хорошей ангуляцией положенного цвета, которая указывает на перелом локального восходящего трендового движения. И если Билл Уильямс, опять же, со своей оценкой и нахождением таких сигналов окажется прав, то пару фунт-доллар можно активно продавать с отметки 1.3440 и ждать уже ухода минимума 1.30. Ну, посмотрим, отыграет ли эта сделка сейчас. По евросвисе, друзья, надеюсь, вы помните, у нас отметка 1.15 является уровнем, с которым мы поднимаем эту валютную пару. Если вы в сделке и мы снова подходим к этой поддержке, не стесняемся, не боимся увеличивать позу, поскольку здесь, на мой взгляд, позже с совершенно предсказуемым движением гораздо выше. Либо евро будет расти на ожиданиях того, что ЕЦБ каким-то чудом начнет сигнализировать анонализацию денежно-кредитной политики, либо европейская валюта будет падать. Но если евро будет падать, значит, франк должен укрепляться. А здесь мы понимаем, что Национальный банк Швейцарии в принципе не позволит франку окрепнуть быстрее, чем европейская валюта. Поэтому в любом случае сдерживать и влиять на курс регулятор будет через валюту интервенции. Поэтому у нас фактически железобетонная сделка, которая основана, на мой взгляд, на очень четком и ясном фундаментальном объяснении, почему эта валютная пара, пусть при консервативности торговли, там немного пунктов она показывает даже в рамках насыщенного в основу фона. Но здесь у нас очень хорошие шансы, скажем, забраться выше отметки 1.16. По австралийцу все без изменений. У нас есть с вами такой психологический уровень 0.8. Я считаю то, что на фоне последних комментариев резервного банка Австралии этого уровня нужно придерживаться как точки, с которой австралийца стоит продавать. Потому что сам резервный банк Австралии указывал на слишком высокий обмен курс австралийца, который затрудняет и, скажем, осложняет, либо задерживает достижение целевых показателей, что по экономическому росту, что по инфляции. По новозеландцу то же самое. Сегодня, кстати, вышли данные по экономическому росту. 0,8% в месяц на выражение 2,5% в годовом. Все в соответствии с ожиданиями. Новозеландец отреагировал о снижении. Но я думаю, что здесь больше имеет в плане влияния эффекта сила доллара, которую новозеландская валюта, собственно, так же, как и фунт, очень лихо игнорировали в рамках вчерашней торговой сессии. Новозеландец такой же аутсайдер, как и австралиец. Поэтому, собственно, сохраняем здесь общую канулу ожиданий, ставим на ослабление этих активов. Евро, безусловно, пролился. Европейская валюта ждала вот этого спускового механизма в виде силы доллара, бодрости американцев. Наконец-таки получилось. Сегодня, кстати, у нас 16.30 выступление Драги, которому будет, безусловно, просто уже вести конференцию, поскольку не придется говорить о крайне высоком обменном курсе. Европейская валюта отступила к отметке 1.20 и позволила, в принципе, решить, снять часть смысловой нагрузки сегодняшнего выступления. И в этой связи я склоняюсь в пользу того, что риторика Драги так и раньше будет мягкой. Ну, может быть, она не окажет серьезного влияния на евро. Но самое важное, эта риторика должна быть интерпретирована следующим образом. Выше отметки 1.20 мы пару не пустим. Конечно же, Драги не скажет такого напрямую. Может быть, даже еще раз повторить, потому что ИЦБ не таргетирует обменный курс евро, не следит за ним, поскольку курс реагирует на общую экономическую ситуацию и так далее. Но вы должны понимать то, что ИЦБ таргетирует показатели инфляции. А инфляция напрямую зависит от курса валюты. И как ни крути, но эта категория взаимосвязана. Поэтому, чтобы не провоцировать ненужную волатильность, конечно же, Драги будет избегать любых прямых заявлений о курсе евро. Но в любом случае, читайте сразу между строк и ищите там подсказку о том, что политика будет мягкой. Мы ждали то, что давление на евро окажет сильный доллар. Это и произошло. Доллар еще не раскрыл своего потенциала, поскольку рост на несколько фигур, с учетом тех минимальных значений, которые мы видели, это ерунда по сравнению с теми потерями, которые он понес с начала 2017 года. Потери превышают, по-моему, 10%. Есть еще куда расти и что отыгрывать. И есть еще надежда, что мы наконец-таки сейчас с вами находимся в зарождении нового восходящего трендового движения, которое не остановится по паре доллара японской иены даже на отметке 115 иен против доллара. Из важных событий сегодня еще выступление Питера Пратта, главного экономиста Европейского центрального банка, оно в 12.00 по Москве. Напоминаю то, что Питер Пратт это человек, который обычно обваливает курс евро. Минус 30-50 пунктов это практически всегда, потому что это янный приверженец сверхмягких экономических стимулов, практически глашатель позиции председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Их риторика будет схожа сегодня, можно даже послушать сначала Патта и понять уже о чем будет говорить Драги. Локально, конечно же, есть потенциал сегодня увидеть давление на европейскую валюту, но что-то подсказывает мне, что сейчас евро плевать на то, что происходит непосредственно в еврозоне, а что сейчас говорит Драги и так далее. Евро сейчас ориентируется именно на поведение доллара. Собственно, как же, как и мы. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы можете задавать их на нашем канале на YouTube и на форуме Markets. Очень надеюсь, что вчерашняя торговая сессия наконец-таки по доллару смогла поднять вам настроение. Вы получили пока что небольшой профит, но будем, собственно, наращивать этот результат. Самое главное, не теряйте веру в американцы, тем более не теряйте веру в фундаментальный анализ. Огромное всем спасибо, кто подписался уже на наш канал, кто оставляет комментарии, кто делится своими инвестиционными идеями. И, конечно же, огромное спасибо тем, кто ставит лайки, большие пальцы. Всего доброго. До свидания.